Вести Карачаева, Черкесия Правительство страны приняло ряд мер по совершенствованию пенсионного обеспечения. За период участия в специальной военной операции стаж для назначения некоторых видов выплат будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Часть касается пенсионного обеспечения. За период, когда люди участвуют в специальной военной операции, стаж для назначения страховой пенсии им станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до мобилизации работал на крайнем севере, либо на вредных производствах. Хочу еще раз подчеркнуть. Ранее правительством уже было принято решение, что трудовые договоры с такими гражданами не будут расторгнуты. И после воинской службы они смогут вернуться на свое предприятие, либо в компанию, туда, где они раньше трудились. Наши защитники должны быть уверены, что не останутся без работы и, соответственно, без дохода. И государство сделает все необходимое, чтобы им это гарантировать. Правительство поддержало законодательную инициативу депутатов Государственной Думы, которая касается военных пенсионеров, желающих вернуться в вооруженные силы. Для них предлагается усовершенствовать меры социальной защиты, направленные на сохранение размера получаемой пенсии, если в ходе специальной военной операции они займут должность с меньшим окладом. Продолжение следует... 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 Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят девять новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам Фокопор-Дор-Кавказ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года. Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкеск-Дамбай-Граница с Республикой Абхазия с нулевого по девятый километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Дамбай-Ульген и Аманаус. Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачавск. Преображение трассы, которая является единственной транспортной артерией между нашим регионом и Краснодарским краем радует не только жителей Станицы Преградной, но и туристов, которые ежедневно проезжают по этой дороге. Информацию комментирует главный инженер управления Карачаева-Черкеска Автодор Муайет Хутов. Данная работа у нас идет планомерно. С 2016 года мы на участке автомобильной дороги от Зеленчукской до Станицы Преградной уже отремонтировали более 38 километров. Планируется закончить полностью всю автомобильную дорогу от границы Краснодарского края до Станицы Зеленчукской к 2024 году, что составит более 60 километров. В Карачаево-Черкесии и ее столице с каждым годом увеличивается число социально значимых объектов, доступных для посещения маломобильными гражданами. Впрочем, куда больше организаций и мест массового пребывания, которые пока никак не приспособлены для слабовидящих и тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Информацию комментирует председатель Карачаево-Черкесской оригинальной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Дубоносова. Многие объекты, можно сказать, нулевая доступность. Если есть пандусы, то они не соответствуют. Сделаны чисто, потому что они должны быть. Если поликлиники, люди могут вовнутрь зайти, обратно тоже проблема. Где-то отсутствуют кнопки вызова. Вроде как есть все, но оно даже не работает. Учителя средней общеобразовательной школы номер один в станице Зеленчукской Юлия Копалкина, Нина Скрыльникова и Горислава Найденова принимали участие в пятом межрегиональном фестивале учительских клубов под крылом «Пеликана», который традиционно проводится на базе Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». В мероприятии участвовали педагоги из 11 регионов страны. Основная часть фестиваля проходила в форме турнира по дебатам. Несмотря на то, что этот формат был для них новинкой, наши учителя успешно выступили в командном зачете. Юлия Копалкина получила диплом третьей степени, Нина Скрыльникова – диплом второй степени. Кроме того, Юлия Александровна вошла в десятку лучших спикеров турнира. Напомним, что все эти педагоги являются активными участниками регионального клуба «Учитель года КЧР». Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто ВКонтакте». Для их использования необходимо зайти в приложение «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы», открыть мини-приложение «Госуслуги» и выбрать раздел «Авто». Затем нужно авторизоваться через «Госуслуги». Переход на портал и обратно происходит автоматически. В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети. Кроме этого, в мини-приложении работает большинство функций «Госуслуг авто». Здесь же можно предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение, электронное СТС, передавать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их, а также посмотреть документы на автомобиль и так далее. Правда, в настоящее время сервис работает в воспитательном режиме, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС. Сотрудниками полиции зарегистрировано сразу четыре факта мошенничества на сумму около 260 тысяч рублей. В Зеленчукский отдел внутренних дел с заявлением обратился 43-летний житель Татарстана, который сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником СББ. Под предлогом защиты от незаконной транзакции убедил установить мобильное приложение для защиты банковской операции, после чего со счета заявителя списали 34 тысячи рублей. Аналогичный звонок поступил 51-летней жительнице села Учки-Кен. Неизвестный также представился сотрудником одного из финансовых учреждений. Под предлогом защиты от незаконной транзакции уговорил установить приложение для записи экрана и таким образом похитил денежные средства в сумме 105 тысяч рублей. В Адыгихабльский ОВД поступило заявление от 22-летнего жителя хутора Киева Жураки. Мужчина сообщил полицейским о том, что ранее при неизвестных обстоятельствах он утерял свою кредитную карту, после чего с нее были списаны денежные средства. Проведенная проверкой была установлена, что заявитель в день утери кредитной карты перечислил 28 тысяч рублей на свою другую банковскую карту. Впоследствии указанную сумму четырьмя транзакциями заявитель перевел на счет неизвестного, с которым он переписывался в мессенджере. Полицейские также установили, что указанные денежные средства заявитель хотел инвестировать в криптовалюту, однако после перечисления денежных средств неизвестный прекратил переписку с заявителем и на связь не выходит. По заявлению 49-летней жительницы Черекеска возбуждено уголовное дело. Женщина в сети интернет увидела рекламу легкого заработка на криптовалюте, после чего позвонила на указанный номер. Ответил ей неизвестный мужчина и предложил вложиться. В период с октября по ноябрь неизвестный похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 91,5 тысячи рублей. На территории Карачао-Черкесии продолжается месяц по безопасности дорожного движения. Информацию комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Карачао-Черкесии Лилия Гогушева. Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя! В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошло мероприятие, посвященное памяти героя Российской Федерации, генерал-майора Канамата Баташева, в котором приняли участие актив студенчества вуза, представители различных молодежных движений, благотворительных, общественных и добровольческих организаций. Вспомнили и тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны показал героизм и мужество. Это Харун Богатырев, Осман Касаев, Джанибек Галаев, Харун Чачуев, Кичебатыр Хайрки, Завьюнус Каракетов, Азрет Узденов, Дамбузула Каракетов и другие. Отдельной темой стал подвиг нашего земляка Канамата Баташева, который в мае этого года, выполняя боевую задачу на Су-25, погиб в зоне проведения специальной военной операции. В Карачае-Черкесии 9 декабря состоится открытие памятника Канамату Баташеву. В Черкесии почтили память солдат, чьи имена остались неизвестными. Мероприятие прошло в Музее городского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с участием общественников, педагогов и школьников. Присутствующим рассказали о деятельности поисковых отрядов в Карачае-Черкесии, занятых розыском, идентификацией и захоронением пропавших без вести в год Великой Отечественной войны солдат. Информация была подкреплена отрывками из документальных фильмов и телевизионными репортажами. По данным Всероссийского информационно-поискового центра, за последние два года было эксгумировано и захоронено свыше 21 тысячи останков войны Великой Отечественной войны, а за последние пять лет свыше 120 тысяч останков. В Черкесске участники городских соревнований написали десятки писем в поддержку российских военнослужащих-защитников Донбасса. Более 500 юных спортсменов на самых разных площадках республиканского центра состязались в пяти видах спорта. Турнир в поддержку российских военнослужащих-участников спецоперации собрал ребят из спортивных школ Черкеска, разных районов и городов Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Алании. Танцевальный коллектив из Карачао-Черкесии «Уны Дэнс» вернулся с победой из Ессентуков. Ребята привезли сразу несколько наград. Юные танцоры представили различные хореографические номера, которыми покорили жюри. Как итог, практически все были отмечены призовыми местами, однако девочки уже готовятся к новому вызову. Скоро им предстоит выступать в Сочи. Ну и в заключение выпуска новости спорта. 24 и 25 декабря в Домбае состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам «Битва в Домбае». В этом году соревнования проводятся в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 200 спортсменов из разных регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов. Для максимально объективной оценки за ловкостью, силой и мастерством бойцов будут наблюдать аккредитованные судьи. В рамках турнира будут разыграны чемпионские пояса. Победители наградят грамотами и памятными подарками. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная углачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 в горах местами до 7 тепла. Местами на дорогах гололедится. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Столбик термометра поднимется до 2 градусов выше 0. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия. И добрый волшебник. Заколдованная принцесса. Трехразовое питание с сосульками на десерт. Ездовой папа. И в ямку. Ух! А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали «Радио России», «Карачаево-Черкесия». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин